Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить Котор. Итак, мы получили разрешение пройти в их долину, там, или в лесах священный, или... Чёрт его знает, честно говоря, ребят, не знаю, не очень интересны мне вуки вообще как раса, и с их традициями я не очень глубоко закон, но знаком. Вот, но, тем не менее, раньше нас сюда не пускали, и только, вот, главный их, Чичундра, или как там его правильно называют, наконец-то разрешил нам пройти, чтобы мы убили одного сумасшедшего вуки. На самом деле, непонятно, почему такой интерес к нему, и почему он сам не может спуститься, в общем-то, его и убить. Наверное, ожидает нас, как обычно, какая-то подстава, и этот вуки, на самом деле, не является сумасшедшим. Ну, потому что, ладно, там, вожак не может оставить свой пост, но почему он не может отправить своих людей, а доверяет чужаку, в общем-то, фигня какая-то происходит, и предстоит нам с этим разобраться ещё. Не тестируй меня вуки, я иду куда хочу. Ух ты какой, а, смотрите-ка, окажи мне должное уважение, или ты пожалеешь. Ну, ладно, оставлю тебя пока в покое. Ладно, 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 оставил, всё, не переживай. Так, теперь нужно нам здесь спуститься вниз, на самом деле, если вы за добрых играете, там с ним можно, ну, относительно интересный диалог завязать. Ну, в принципе, ничего всё равно они такого не скажут, поэтому спускаемся здесь вниз уже. Поехали, парень. Кстати, запомните, вот это вот место, если вы проходите кашек первым, то в этом месте вас ждёт бой скала. И плюс, если вы там будете, ну, в общем-то говоря, против всех, то вуки тоже на вас будут нападать, в дополнение к свите кала Норда. И бой предстоит, ну, не очень лёгкий. Потяжелее, наверное, чем на Татуине. Вот, так что имейте в виду. И вот такие вот ещё интересные парни, о которых нас предупреждала корпорация Церка, по-моему, о нападении катарнов. Вроде как они должны быть сильными, но чё-то не похоже, ребят. Хотя, конечно, непрокачественным бойцом. Но я бы не сказал, что они сложнее тех же песчаных людей. По-моему, ну, чисто субъективно, самое сложное проходить первым это Корибан. Если Корибан можете пройти за лёгкую первым, то все остальные миры не доставят никаких проблем. Вот, а тут оказался ещё один какой-то джедайчик. Ну, как ещё один? Это первый джедай, которого мы встретили вне Татуина. Кстати, здесь игра у меня и вылетела, так что... Хрень немножко с диалогом. Э, а ты вообще кто такой? Да кто ты такой, старпёр, чтобы отдавать мне тут приказы ещё? Смотри, ты можешь сейчас следить и спешить по-моему, но я слишком старый, чтобы обижать, если ты думаешь, что я заболевал. Стойте близко, это рядом, под логом. Да, я живу, как какой-то бурганый родент. Я боролся с ситами. Теперь смотри. Вообще, когда я первый раз этого парня встретил, я подумал, что это нифига не джедай, просто парень, который своровал или нашёл ситовой меч. Ну, потому что что-то не очень он на джедая походит, но на самом деле он и правда джедай. Вот, ну мы в ближайшем будущем всё равно выясним это. А сейчас нужно просто как-то занять время, пока мы бежим до его лагеря. Так как здесь всё равно не особо много боёв, чтобы он там просил, например, рассказать. Самый такой длинный будет это Манан, поэтому там, наверное, про это всё и расскажу. У меня нет времени слушать твой лепет, есть более важные дела. Ладно, говори, посмотри, можешь ли ты мне пригодиться. Ты что-нибудь знаешь о звёздных картах? Ближе к делу, лысый. Не растекайся мыслью по дереву, старпёр, ближе к делу. Может, я тебе просто заплачу, а то мне уж тошнит от этих пробежек. Ну хорошо, где они и сколько их? Если их всего пять, чё ты сам от них не избавишься, да? Почему они тебя так заботят-то вообще? Вижу, старый получедай хочет избавиться от кучки каких-то сорванцов. Ладно, я позабочусь об этом. И опять нас игра заставляет работать на негра. Но почему каждый второй, на котором мы здесь работаем, оказывается негром? Может быть, ещё они и ревана негром здесь сделали? Хотя, наверное, мы никогда этого не узнаем. Так, это что такое? А, ну ясно. Ну, почти угадал, зачем нам только тут предлагают варианты ответа какие-то выбрать, зачем, непонятно. Ну, давайте ногу оттыкнем, что-нибудь. И взрыв, да? А, ну хотя бы каску успел забрать. Ну да, взрыв, конечно же. Ясно. Ну, всё оказалось ещё проще, даже чем я предполагал. Ну, в принципе. Расправимся потом с этим заданием. Сейчас сразу же возвращаться не будем. Кстати, если вы хотите выполнить это задание и спасти этих вуки, то сначала выполните это задание. Потому что, когда вуки окажутся спасёнными, то они, естественно, выгонят всех людей с этой планеты. И те двое парней, которые стоят около корабля, естественно, сбегут. И уже никого не останется. Так что квест этот повиснет прямо до самого конца игры у вас. Кстати, вот эти вот мелкие таки, ну, в этом переводе и в других, я не помню, как они там называются. В оригинале понятия не имею. Они, на самом деле, если они вас очень сильно бесят и, ну, мешают вам просто так чисто ходить, их, на самом деле, можно всех вообще здесь перебить. Я не помню, дают ли за них опыт, но за каждую их шкуру, по-моему, можно... Ой, я, кажется, прыжок отменил. Ну, прикольно, не знаю, что так можно. По-моему, каждую их шкуру можно будет продать. Вот, и сейчас мы идём квест выполнять вот Анжелина Джоли, которую нам дала. То есть тех вот ребят, которых мы идём сейчас, ну, как бы убивать. Можно, конечно, их не убивать. Ну, в общем, там есть достаточно много способов, как от них избавиться. Это, наверное, самый такой разнообразный квест вообще за весь котор, который можно выполнить там, наверное, пятью или шестью, по-моему, способами. Вот, и один из этих способов как раз перебить вот этих всех тахов, ну, или, может быть, не всех, но, в общем, приличное их количество. И тогда эти парни, ну, сами по себе уйдут. По-моему, вот именно они дают этот квест. Вот, кстати, мы уже... А, нет, это я просто обратно вернулся, не туда сразу побежал. Ну, в любом случае, нужно пробегать здесь до самого конца здесь, чтобы срубить опыта, потому что, если вы будете пропускать и зачищать локации все не до конца, несмотря на то, что здесь, казалось бы, всего 20-й уровень последний и больше опыта вы, естественно, не получите. Ну, а так как я уже 13-го или 14-го, по-моему, уровня, то можно подумать, что я 20-й уровень наберу, ну, достаточно быстро. Ну, на самом деле, это не так. Так, если пропускать всех монстров, то вы можете набрать там к последним локациям всего лишь уровень 15-й, вот, и там, соответственно, вам будет, ну, не то, что прям очень трудно, но трудновасненько так. И до 20-го уровня можно даже и не добраться в этой игре, так что советую вам чистить эти локации полностью. Ну, и особо заморачиваться с там каждой крупинкой опыта тоже не стоит, потому что, ну, если так в среднем убивать, вот могу на своем примере сказать, в принципе, ну, когда я первый раз проходил, естественно, я много не знал всего, где можно там опыта раздобыть. Но я получил 20-й уровень, ну, прям перед самой последней локацией. То есть, прям как-то особо напрягаться там за каждую частичку опыта не стоит. Но лучше там за кредиты переживайте, потому что кредиты здесь в игре нужны, хотя и вот мне недавно тут писали, ну, уже относительно недавно, что есть такой баг, который позволяет, ну, на халяву получить дофига вещей. Это касается гранат, отмычек и прочего всего. Я описал этот баг, ну, там, в одном комментарии пару частей назад. Так что, в принципе, и кредитов можно набрать довольно дофига. Кажется, мы нашли этого все-таки у потерянного Вуки. Он оказался мертвым, к сожалению, или к счастью даже. Кому как больше нравится. И до этих ребят мы тоже добрались. Вот эти ребята-браконьеры. Ты что, собираешься меня останавливать? Я хожу там, где хочу. Так, ну, работать я точно на вас не буду. А что, если я хочу, чтобы вы ушли из Темной Долины? Я уезжаю. Окей, наверное, я все-таки загнул с шестью вариантами. На самом деле, здесь всего пять вариантов, один из которых вариацией является предпоследнего. Я спрашиваю, ты отвечаешь, понятно? Окей, окей, нет нужды, чтобы так вот так. Командир просто любит... Я просто гаард для этого эммиттера. Почему бы они не могли бы просто экипироваться? Прекращай скулить, отвечай на мои вопросы. Ты меня против? Если ты хочешь бороться с всеми... Вместе с тем, что достаточно вещей здесь. Эээ, ладно, давай вернемся к другим моим вопросам. Это опасное место. Да что ж такое, ладно, другие вопросы. А, вот что сделают эти эммиттеры. Так, значит, тебя держат здесь только они? Убедимого силой. Ну вот таким вот образом мы получили код от этого эммиттера. Сейчас мы его отключим. Еще можно его выкупить. Также их можно заставить просто отсюда уйти. Также можно поработать на них, как я уже рассказывал. И можно их просто всех перебить. Ну вот, около пяти вариантов. Как можно избавиться от них? Я вам покажу, наверное, самый веселый. Хотя, наверное, перебить их тоже достаточно весело. Но это слишком банально. Вот так зверь. Вот, сейчас мы их пролутаем. Точнее, не их, а их вещи. Если бы вы их убили, то можно было, конечно, их тоже пролутать. Но, насколько я могу помнить, ничего там особо интересного в их телах не лежит. Хотя, возможно, какая-нибудь одна шмотка была бы неплохая. Особенно с капитана снятая. Кстати, в прохождениях написано, что если вы их убьете, то это как-то плохо отразится. На что-то повлияет, на Джоли там, отношения или на что-то еще. По-моему, это, ребята, фигня, если их убить, ничего не будет. Так что можете не париться. Я сделал так, что часть браконьеров ушла. Убивать их не было никакого смысла. Ты говорил что-то о разрушении барьеров. Обсудим это еще раз. Отлично. Мы получили еще одного джедая в команду. И, к счастью, это единственный негр, который у нас будет в команде. Потому что всех членов экипажа нашего мы достали. Дали нам немножко опыта. Можем теперь повысить уровень. Так, что-то я все взял, что хотел. Теперь, в принципе, можно брать хпшки. Но я, наверное, возьму максимум... Вот на третьем уровне дают два бонуса к урону. На втором уровне навыка дают один к атаке. Прокачаю это. Если хватит, то еще хпшки себе качну. Если не хватит, то на этом, наверное, остановится вся прокачка. Так, и сил. Честно говоря, вообще не знаю, что брать. Тоже все, что надо, уже взял. Можно, конечно, пофаниться. Там взять молнию или какую-нибудь фигню. Но, наверное, я лучше возьму бонус к атрибутам. Потому что мне это, ну, больше поможет. Так, дальше будем качать сейчас Джоли. Покажу, что, в принципе, это тоже джедай. В основном ему следует качать компьютеры. Ну, так как он добрый, то злые силы, особенно, ему смысла качать нет. Но чисто по фану можно пару штучек взять. Ну, в общем, качаться он в основном будет так же, как и Бастила. Вот, потом, когда он повысится еще уровень, я более подробно остановлюсь на его прокачке. Ну, просто имейте в виду, что по своему классу он является магом. Соответственно, ему ловкость, но особо смысла качать нет. Хотя у него и достаточно ее много. Лучше его в мага вкачивайте вместо Бастила, например. Ну, просто он не сразу доступен по игре. Поэтому я прокачивал Бастила. Зачем понадобилось размещать здесь это? Как угодно, только выключи это. Я же только что об этом спросил. Вот, и не хотел вам раньше спойлерить. Все три джедая, которые у нас есть, они все разных классов. То есть, Джоли это, ну, соответственно, маг, консул, по-моему, джедай называется. Вот, Бастила это джедай Сентенел и Джухани, такой же класса, как и мы, класса Гардиан. То есть, соответственно, качайте их по классу, по-своему. Так, что-то тут Вуки дерется с каким-то Манглорианцем. Двое стоят и смотрят. Вот это удар. Как только Вуки смог выдержать и как он смог добить этого парня? Да, непонятно. Ладно, поможем ему, потому что в этой части Гардианцы являются нашими врагами. Ну, кроме разве что Кандруса, конечно же, нашего верного помощника. Вот все остальные как-то не хотят особо с нами болтать и какие-то квесты нам давать. Так, вот только сейчас он захотел с нами говорить. А почему я должен помогать тебе? Ну и что мне это мало волнует? Ты слабак. Глупый слабый Вуки. Вы его, конечно, можете подлечить, но тогда получите очки Светлой Стороны. И тогда он даст вам квест, который тут связан с Манглорианцами. Вот, не знаю, я что-то побегал. Без этого квеста они не нападают, но, возможно, я просто не в том месте бегал. Еще раз, а потом сверюсь с прохождением, посмотрю, чтобы попытаться выполнить этот квест. О, тут пока говорил, нашел. В общем-то, хороший довольно пояс, и он намного лучше, чем на ГГ, поэтому стоит его, естественно, пересадить. Иммунитет, влияющий на разум, ну, достаточно полезный будет. А Джоли он, естественно, нафиг не нужный. Кстати, что там насчет нашего нового персонажа Джоли? Ну, много кто его считает достаточно интересным. Я нет, но комментарии у него, конечно, достаточно смешные и получше, чем у Бастилы. Ну, так как он является тоже здесь в качестве поддержки нашей, то есть, ну, естественно, я его буду качать в мага, как и Бастилу. Поэтому, в принципе, можете выбрать, с кем нам ходить, с Бастилой, либо с Джоли. А мне, ребята, абсолютно все равно, то есть я и с одним персонажем, и с другим набегался. Вот, но учтите в своем выборе то, что Бастила на Корибане с нами бегать не будет, из-за того, что, ну, вы сами понимаете, она достаточно известная личность среди ситков, и, естественно, ее брать в команду будет нельзя. Вот, мы будем там бегать с Джоли, поэтому ваш выбор коснется только Манана уже. Ну, пока вы там выбор уже свой сделаете, я, скорее всего, Акашик пройду. Вот, по Манану можете, в принципе, решить, с кем нам лучше бегать. Ну, вот он, этот Вуки сумасшедший наш. Ты на кого лапу понял? Хотя, че, он гранатами что-то решил меня закидать? Ну, это неудачное решение. Да, тем более, что он закидывает всю мою команду. Парень, ты умер. А, ну, здесь его можно сразу же на месте убить, но, естественно, для прохождения это будет неинтересно, поэтому сначала поговорим с ним. Ты знаешь, Залбара и Чулундара. Потому что один из сыновей послал меня убить тебя. Да погоди ты, есть же еще другой сын. Это не имеет значения, это лишь доказывает, что я не работаю над церковью. Почему Чулундар хочет, чтобы ты умер? Ну и что случится? И как же ты это собираешься сделать? Ты, наверное, шутишь. Ты хочешь, чтобы я нашел какой-то старый клинок? Ну, хоть опиши мне эту тварь. Ты думаешь, что ты еще достоин быть вождем? Ладно, я попробую найти его. В принципе, ради опыта, что бы не повоевать с еще одним зверем. Тем более, что убить я тебя всегда успею. Вот, ну и вы, в принципе, поняли, как можно решить проблему, в общем-то, с Вуки. Либо работаем с отцом их семейства и освобождаем полностью кашек от корпорации. Либо оставляем все как есть. Я видел там комментарии «Смерть всем Вуки». Но не получится этого сделать. Можно, конечно, устроить бойню там в самом конце. Ну, в любом случае, скорее всего, придется, если я меч Баки этого найду. И там можно будет убить, ну, может быть, четыре или пять Вуки. Но на какой стороне нам нужно все-таки решить, на какой стороне остаться. Потому что можно как убить Вуки со стороны отца, так и со стороны одного из его сыновей. Поэтому, в общем-то, ну, определитесь там, что следует сделать. Освободить их или все-таки оставить все как есть. Ну, я уже говорил в предыдущей части, к чему там приводят оба этих варианта. Ладно, уже повторяться не буду. Сейчас мы подобрали трупы. Вот они как раз нужны для этого ритуала. Возьмите на всякий случай второй, потому что мало ли какая-нибудь фигня будет. Ну, обычно я так всегда сделаю. Хотя их здесь больше, чем два. Ну, уже смысла особо много их подбирать нет. Кстати, вот тачки эти как раз принадлежат мандалорианцам. И здесь, по-моему, вторая волна должна нападать. Чтобы выполнить этот квест, нужно просто оружие выкинуть из всего вашего отряда. Еще можно даже в одиночку ходить. Ну, правда, по-моему, тоже без оружия. Тогда они нападают, иначе они нападать не будут. Что-то там виднеется вдали, какой-то компьютер. Давайте подойдем, посмотрим, откуда он взялся здесь. Детекты. Детерминия параметры. Детерминия нейронизация. Детерминия нейронизация. Кто установил здесь этот терминал? Как понимать выражение поведенческая реконфигурация? Я, значит, не соответствую. Я не могу сказать. Я буду пытаться привести в действие, которое вы должны понимать, как описано. Странно, а почему я вдруг получил доступ? Я не могу сказать. Прелиминарий матчинг позволяет вам быть коучен. Ты не знаешь или не можешь сказать? А какие ограничения были помещены в программу? Каких интервалов не хватает? Ну, давай другие вопросы, кстати, на тебя этой системы. Ну, что ж, посмотрим, какова первоначальная функция этой вычистительной системы. Продолжение следует... Эта стils era построение для管理ения планета агрикулата. Сначала же не функция. Можно теоризовать, что в кашеку с особые перечислениях древние бюлоков является преимущественным результат. Ну, это Williamsburg. Я не думал, что этот бюлокий сопротивляет Internet. А древние бюлоков с годами. Войдет на 141 лет. После последнего общения. Да, республики 30 тысяч лет назад даже не существовало еще. А зачем вообще понадобилась сельскохозяйственная реформа? Что еще можно спросить? Давайте, это короткий период для адаптации коренных существ. Продолжение следует... Это может быть теоризовано, что биосидение позволяет экологии остаться в порядке. Это может быть предоставлено, что самая энергия, выживая деревья Кашек, также увеличивает эволюцию различных спецназ. Никакой информации не доступны. Есть слишком много информации. Ну, давай вернемся к предыдущим вопросам. Какова текущая функция этой выживательной системы? Защита чего? Так, понятно. Давайте еще посмотрим, что у него можно спросить интересного. Ну, видимо, ничего. Давайте уже к звездной картам вернемся. Мне нужна информация. Исходная системная память? Значит, карта введена еще при установке машины. Эрр, что мне надо сделать? Ну и как я могу сопоставить их, когда я не знаю, что это такое? А если я не смогу? А что будет означать отказ? Ладно, давай начнем. Эволюция начнется. Результат будет сравнивать против патроны в память. Просто действуй как вы должны. Вы путешествовали с Авуки и обнаружили complications. Hypothetical. Вы и этот Залбар 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 Ну, срок меньше получите, короче. Ну, давай. Ну, давай. Что-то тут еще можно спросить. Ну, ладно, нафиг надо. Hypothetical. Вы в войне. Вы в войне. Вы выбираете два вещи о ваших врагах. Один один участок в их защите будет в 10 дней. И они будут атаковать одну из ваших городов в 5 дней. А, ну, естественно, я подготовлю силы к атаке через 10 дней, но в городе ничего делать не буду. Верно. Если вы уйдете, чтобы эвакуировать город, то вы бы поверили врага к их потерянным кодам. Ультиматая победа требовала смерти в этой городе. Вы уменьшили сентимент в ваших решениях. Верно. Смерть этих людей только подстегнут и разозлят меня. Очень хорошая причина. Я его применяю к остальному исследованию. Вы начинаете сравнивать паттерну в память. Hypothetical. Открывай наступающую войну из прошлого примера. Представляйте врага-статки быть жесткими и ремотными. Никакой экстерной опасности, твой эмпир стагнет. Твои люди становятся комплейсанты и начинают вас вопросить. В同じ сценарии, как раньше. Вы обнаружили возникновенный атак. Но также сильность, которая будет после этого. Как вы реагируете? По-моему, тут я допускаю атаку. Это значит, что я на них нападу. Но в любом случае, надо этот вариант отвечать. А теперь я требую объяснений. АВТОМИЧЕСКАЯ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, что-то там настроено на темную сторону силы, тем более что, как Джули правильно сказал, звездная карта является как раз артефактом темной стороны. Кстати, если вы захотите отвечать какими-то добрыми ответами, то вас ждет сражение против дроидов и, в принципе, можно специально отвечать неправильно, чтобы получить дополнительный опыт. Ну, так как понятно, что это прохождение, естественно, я показал вам, какие там ответы должны быть. Вот, так мы сейчас дошли как раз до того места, где нам нужно сразиться с ритуальным животным и вытащить из него клинок Баки. Вот, кстати, это животное выглядит так же, как и немножко другое, о которых нас предупреждал джедай в конце Донтуина, я не знаю, помните вы или нет. Скорее всего, просто здесь моделька та же самая использована, ну, потому что оно называется ритуальным животным, а не тем названием, который фиг выговоришь. Ну, в общем, на самом деле даже не важно. В любом случае, одно оно не так уж сильно представляет угрозу, хотя если кашейк проходить первым, то, возможно, здесь вас ждет, ну, помимо боя скала, вот один из самых сложных боев за весь кашек, в общем. Ну, по идее, сила на них не должна действовать, поэтому я даже применять не буду, потому что все равно уже забил. Да, и вот нашли мы меч. Автоматически он нам сейчас добавится в инвентарь. Также наши ребята немножко повысились, ну, вот посмотрите, как я раскачал сейчас Джоли, там без разницы, на самом деле, куда его единственный скиллпоинт вкидывать, можно в компьютер, можно куда угодно. Ему иногда за уровень дают две силы, поэтому, в общем-то, вы по фану можете что-то раскачать, типа молнии там или еще чего-нибудь. Вот, ну, как вы его вкачаете, на самом деле особо, ребята, смысла нет, потому что, ну, в последнем бою вы будете драться один на один, поэтому ваша сопартица это чисто для того, чтобы вам было проще проходить. Кстати, мы дроиду вбили уже 16 атрибутов в интеллект, то есть там бонус плюс 3, по идее, нам должны 3 скилла за уровень давать, если ребята кто знает, почему все равно дают 2, пишите, пожалуйста, в комментах. Ну, я очень сильно надеялся на эту прибавку. Вот, и также напишите там, что следует в звуке, короче говоря, делать, ну и, в принципе, на этом часть закончена, до новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok